Девушки отдыхают Истинному христианству Иногда мы думаем, что вот оно Но Бог говорит нам, нет, это не оно Позвольте мне вернуть вас на путь истинный Кто из вас хочет угождать Богу всей глубиной своего сердца И служить Ему своей жизнью? Аминь Каждый из нас ведь так? Но чтобы это сделать, мы должны знать, что нам надо искать В первой программе мы говорили о том, что сделать это можно, если мы не хотим И мы будем любить Бога и ближних Мы говорили о том, что это значит, и вспоминали добро самарянина Религиозные люди прошли мимо раннего человека Они не остановились, они пошли дальше Но самарянин остановился Это и сделало его добрым самарянином И знаете что? Мы тоже должны быть добрыми христианами Во второй части мы говорили о том, что нужно помогать не только тем, кто встречается нам на пути, но и друг другу Мы должны быть уверены, что не оставляем друг друга в беде, что мы служим и помогаем друг другу Я рассказывал вам много историй о том, как люди смогли вернуться к истинной религии Как они помогали ближним и друг другу Сейчас я покажу вам одну фотографию На ней вы можете видеть трех парней Вот это большой Майк Возможно, вы видели его здесь недавно Он часто к нам приходит У него долго не было своей машины Обычно он ловил машину, чтобы добраться до церкви Он и его жена Айлен Это просто невероятная пара Наверное, это самая верующая пара, которая когда-либо жила на земле В его жизни сложилась такая ситуация, что он не мог позволить себе купить автомобиль И четыре парня из нашей церкви сказали Мы должны что-то сделать Майк — это очень верующий брат, но у него в жизни сложилась тяжелая ситуация И вот четыре парня сложились вместе Один из этих парней был даже не в церкви Вы просто не представляете, сколько людей прыгает к вам в лодку, если вы идете правильным курсом Это могут быть даже люди не из церкви И вот им удалось купить этот прекрасный фургон Это просто замечательный фургон Когда Майк и Айлен получили этот фургон, в них было столько благословения Они приехали к нам на конференцию, посвященную сохранению брака Я подошел к ним и спросил На чем вы сегодня доехали? И Майк с гордостью ответил мне На нашем новом фургоне Давайте поаплодируем этим парням Это просто невероятная история Послушайте, если вас не воодушевляют такие истории, то что с вами вообще? Именно это призвал нас делать друг для друга Бог Я делюсь с вами свидетельствами, потому что люди продолжают делиться ими со мной Вы тоже можете поделиться со мной своим свидетельством Это не способ себя похвалить Это способ показать другим, как нужно поступать Вот зачем мы читаем Библию В Библии много свидетельств И они помогут нам продолжать совершать благие дела Мы делаем это, чтобы восславить Иисуса Христа Чтобы восславить нашего Бога А знаете, что еще? Когда вы исповедуете истинное христианство У вас не остается времени скучать Потому что вокруг вас всегда есть люди, нуждающиеся в помощи У вас не будет времени скучать Мы в церкви пытаемся сделать все, что в наших силах, чтобы вы не скучали Ведь если вы посмотрите вокруг Рядом всегда найдется человек, готовый прийти на помощь Рядом всегда будет брат, готовый помочь И вы тоже можете помочь Я очень люблю такие истории Мне было отрадно смотреть на этих четырех парней Ведь один был даже не из церкви Они сияли от радости еще больше майка Знаете, что произошло? Они на своем примере испытали, что дарить куда приятнее, чем получать Все очень просто Это замечательно Сделав это, вы не думаете Я сделал то, что бы должен сделать Я хороший Вы начинаете думать, кому бы еще помочь Что бы еще сделать А в третьей части мы поговорили о том, что нужно уметь останавливаться на пути Если вы хотите помогать людям, то вы должны уметь открываться от своей рутины Иногда мы не хотим от нее отрываться Но послушайте меня Если вы от нее не оторветесь, вы не избавитесь от вредных привычек Ведь Бог не любит рутину Для Него важно, чтобы вы умели прерываться Вчера вечером я побывал в церкви в городе Ливингстон Это была прекрасная служба Мы просто замечательно провели время Вы можете зайти ко мне в Инстаграм или Фейсбук и посмотреть, как все было Если вы еще не подписаны на меня, то я всегда рад новым подписчикам А еще я встретился с братом Эдом Он очень предан церкви Ему 92 года Он посещает церковь с самого рождения Он замечательный человек Недавно вы помогли ему устроиться в дом престарелых Это очень замечательный человек Я взял с собой двух своих сыновей и сказал Сейчас у нас будет одна важная встреча И мы с ними пошли к мистеру Эду Когда он увидел меня, он вспомнил меня Он воскликнул О, пастор Марк И я такой Здравствуй, брат Как твои дела? Мы стали с ним беседовать Я показал ему одну фотографию Он посмотрел на нее и спросил Кто это на фото? Я сказал Это же мы с тобой Он еще раз посмотрел на фото и заявил Что-то на меня не похоже Я сказал ему Мистер Эд, я сегодня помолился о том Чтобы Бог позволил тебе дожить до 100 лет Ты уже прожил 92 Осталось еще 8 Он посмотрел на меня и сказал Но почему только 8? Замечательный человек Но знаете, что я хотел сделать? Я хотел показать своим сыновьям одну важную вещь Я сказал им Именно это призывал нас сделать Бог Мы должны навещать немощных Мы должны навещать бедных Мы должны помогать людям Я сказал им Христианство — это не только красивые службы Оно должно простираться дальше И сегодня я хочу сказать вам Что ваша христианская жизнь Не должна ограничиваться только службой в церкви Мы должны делать то, что призвал нас сделать Бог А на прошлой неделе мы говорили об истинной религии Мы узнали, если вы не следите за языком Если вы клевещите на других Если вы разделяете людей Если вы создаете проблемы То несмотря ни на что Ваша религия не имеет никакой ценности Очень важно следить за своими словами Мы должны уметь обуздывать свой язык Одну из проповедей провел Джоуи Он был прекрасен Можете найти ее запись и посмотреть Это замечательная проповедь Он очень послушный малый И сделал все так, как я ему велел Еще мы говорили об истинной религии Мы говорили о нищих, вдовах и сиротах Мы говорили о том, что Бог будет судить вас По тому, как вы относитесь к нищим Как вы относитесь к тем, кому больно Мы говорили о том, как прожить святую жизнь У меня есть для вас еще одно послание И сегодня я хотел его вам прочесть Но Господь обратился ко мне Он сказал Нет, я хочу, чтобы ты вернулся назад И поэтому я хотел бы сегодня вернуться немного назад Мы с вами уже читали посвящение Исайи И сегодня я хочу продолжить читать это посвящение Чтобы помочь вам понять, что такое истинная религия Кто из вас хочет это узнать? Спасибо Поднимите руки Те, кто хочет жить в истинной религии Аминь Сегодня я продолжу направлять вас на путь истины Кто из вас этого хочет? Мы продолжим говорить о том, как встать на путь истины Это касается не только вас Я тоже хочу не напрасно прожить свою жизнь Я хочу быть уверен, что я делаю все правильно Давайте сейчас обратимся к посвящению Исайи Это 58 глава книги Исайи Я хочу, чтобы сейчас вы делали себе записи Я дам вам домашнее задание Дома вам нужно будет прочесть эту главу целиком Сейчас я объясню вам, о чем говорится в этой главе Тут говорится о Божьем народе Вы можете увидеть, что в этой главе народ Божий ищет Бога Они говорят, мы хотим быть ближе к Тебе, Боже Кто из вас хочет быть ближе к Богу? Все мы, не так ведь? Эти люди говорили Боже, мы хотим быть ближе к Тебе Мы хотим, чтобы Ты обратился к нам, Боже Мы хотим, чтобы Ты направил наши жизни, Боже Они так сильно хотели приблизиться к Богу Что были готовы поститься А это значило, что они не должны были ничего есть Так отчаянно они хотели приблизиться к Богу Они так сильно хотели приблизиться к Богу Что были готовы ничего не есть В Библии это называется смириться Кто из вас относится к посту со всей серьезностью? Я могу сказать, как далеко вы продвинулись в христианстве Если вы отчаяние То это духовное отчаяние Послал вам Бог И Бог поможет нам правильно поститься Итак, эти люди постились Они хотели приблизиться к Богу Они следовали за Ним Они хотели, чтобы Бог с ними говорил Но ничего не менялось Они продолжали все это делать Но ничего не происходило Ничего не происходило Они постились и восхваляли Бога Они пытались приблизиться к Нему Они взывали к Нему Но ничего не происходило Они решили, что делали все правильно Поэтому они решили порвать с Богом И тогда Бог сказал Ну хорошо, мне нужно поправить их Знаете, почему Бог поправляет нас? Потому что Он любит нас Он поправляет вас не потому, что Он злится на вас А потому, что Он хочет, чтобы вы поступали правильно И вот Он решил поправить их Он обратился к Исаи и сказал Исаи, иди поговори с этими людьми Но смотри, не перепутай ничего из того, что я тебе говорил Я хочу, чтобы ты говорил с ними громко и ясно Я хочу, чтобы они поняли, зачем я обращаюсь к ним И направляю их И почему они отдалились от меня Я хочу, чтобы ты рассказал им об этом Исаи пошел к этим людям и сказал им Ребята, вы говорили, что хотите быть ближе к Богу Вы говорили, что хотите вершить Его волю Вы хотели, чтобы Он направлял вас Но проблема заключается в вас самих Вы пытаетесь подстроить Царство Божие под себя Вы сами прекрасно это знаете Ведь у Иакова сказано У вас ничего нет Потому что вы ни о чем не просите А если вы просите и ничего не получаете То значит, вы просите неправильно То есть вы просите для себя Послушайте меня Христианство, по крайней мере, христианство в Америке Стало очень эгоистичным Мы думаем о том, что Бог может сделать для нас О том, что Церковь может сделать для нас О том, что мы любим и что мы не любим Но послушайте меня Это не истинное христианство Истинное христианство не фокусируется на себе Оно фокусируется на других Мы были призваны соответствовать образу Иисуса Христа И поступать так, как поступал Он Уподобиться Его разумению И Его жизни Продолжать Его миссию Но если мы собираемся жить Его обетованиями Мы должны понять, что наша жизнь Должна быть сосредоточена не только на нас Ничто в христианстве не сосредоточено только на нас Когда мы начинаем сосредотачиваться на себе И начинаются проблемы Идет ли речь о церкви Идет ли речь о браке Идет ли речь о дружбе Вы должны думать не только о себе, но и о других Вы должны думать о нас всех Когда в Писании нас просят молиться Нас просят молиться не за себя Молитва звучит так Хлеб наш насущный, дай нам Там говорится Не хлеб мой насущный, дай мне Там сказано Хлеб наш насущный, дай нам Что это значит? А это значит, что мы должны думать и о других Иисус пришел не для того, чтобы служить А для того, чтобы служили Ему Очень важно думать и о других Бог сказал нам Думайте не только о себе Перестаньте поднимать перст на других А эти люди постоянно указывали на других пальцем И порицали их Они часто ругали других А знаете, почему так происходило? Так происходило, потому что они были эгоистами Мы тоже можем быть эгоистичными христианами Если в какой-то церкви такое случится То это значит, что эта церковь замкнулась на себе Потому что ее прихожане думают только о себе Такие люди подобны непослушным псам У кого из вас когда-нибудь была непослушная собака? У моего отца когда-то были три непослушных собаки Когда он приносил им миску с едой Они начинали драться за еду Даже если он приносил им три миски Они все равно дрались Но если они охотились за кроликом Они забывали о своей вражде И становились одной командой, чтобы поймать его То же самое происходит и в церкви Когда дело касается лично нас Мы начинаем огрызаться Но если у нас есть какая-то миссия Если мы должны что-то сделать Знаете, что происходит? Мы объединяемся и работаем в команде, чтобы этого добиться Исайя сказал тем людям Вы поднимаете перст на других И говорите оскорбительные вещи Все дело в вас самих Бог хотел, чтобы вы постились по-другому Когда вы думаете, многие люди исповедуют Бога Но делают это неправильно А все дело в них самих Но Бог сказал Исайе Я хочу, чтобы ты сказал моему народу Чтобы они помнили о том, что в их жизни есть и другие люди Они говорили Исайе Вот пост, который я избрал Разреши оковы неправды Развяжи узы ерма И угнетенных отпусти на свободу И расторгни всякое ермо То есть он сказал Ребята, не забывайте помогать другим Вы должны помогать им избавляться от их бремени Если вы видите, что кто-то связан по рукам и ногам Помогите ему Вспомните о добром самарянине Который остановился, чтобы помочь человеку Которого побили разбойники Вот о чем говорит Бог Но это еще не все Он говорит нам Раздели с голодными хлеб твой Из китающихся бедных Веди в дом На прошлой неделе я сказал вам Приглашайте в свой дом Не тех, кто сможет потом пригласить вас к себе А приглашайте тех, кто не сможет вас к себе пригласить Вот оно, истинное христианство Только послушайте эти слова Когда увидишь нагого Одень его И от единокровного твоего не укрывайся Вспомните, что говорил Яков А он говорил Вы должны презирать сирот и вдов В их скорбях И хранить себя Нескверненным от мира Это и есть святость Это и есть служение Болящим и нищим Бог говорит нам сегодня То же, что сказал когда-то Исай Он говорит нам Давайте, если вы это сделаете Я вас награжу Я награжу вас Но он не наградит нас Если мы не будем вести праведную жизнь Как вы думаете? Если вы не будете вести праведную жизнь Вас наградят? Нет Если ваши дети сделали что-то не так То это нехорошо Вы не наградите их за плохое поведение Возможно, правительство наградит Но не мы Давайте скажем «Аминь» Вы не наградите ваших детей за плохое поведение Вы будете стремиться к тому Чтобы они вели себя хорошо И когда они будут вести себя хорошо Вы наградите их Бог хочет наградить каждого в этом зале Он хочет наградить Но он хочет, чтобы мы знали Что такое истинное христианство Но многие считают это скукой Они лучше будут копаться в различных теориях И что-то изучать А знаете почему? Потому что они не хотят делать того Что действительно важно Они найдут для себя предлог Не делать того, что действительно важно Богу Но послушайте Бог приготовил для нас просто замечательную награду Давайте прочтем о ней Вы готовы? Итак Вот они награды за жизнь в истинной религии Ваш свет будет так же ярок, как солнце на заре Мне очень нравятся эти слова В Писании сказано Ваша праведность будет подобна солнцу нового дня Вы будете ярко сиять Когда вы помогаете людям избавляться от их зависимости Когда вы помогаете людям восстановить их брак Когда вы помогаете людям выбраться из неприятных обстоятельств Когда вы помогаете бедным и болящим Когда вы делаете праведные дела Когда вы помогаете вдовам и сиротам Бог говорит вам Вы будете ярко сиять Люди будут смотреть на вас и говорить Вот он, добрый христианин Не забывайте о том, что самарянин стал добрым Потому что остановился и помог Мы хотим быть доброй церковью Мы хотим быть добрыми христианами Поймите меня правильно Сейчас мы говорим не о том, как своими деяниями прийти к спасению Сейчас я говорю не о спасении А о том, как нужно жить А если вы спаслись То ваше спасение станет свидетельством этого Ваша жизнь будет сиять Люди будут вас любить, уважать Вы будете видеть Бога в своей жизни Если вы будете помогать бедным и болящим То ваша жизнь станет именно такой Другой наградой будет вот что К вам быстро придет восстановление Многие люди из церкви испытывают различные боли Они часто спрашивают, как же мне избавиться от этой боли Послушайте меня Лучший способ избавиться от боли Это начать служить другим Мы сами это видим Мы видим это не только в церкви, но и в мире Допустим, у кого-то в жизни происходит трагедия Но тут они смотрят вокруг и начинают помогать людям У которых произошла похожая трагедия Об этом сказано еще во втором послании к Арифянам Вы сможете успокоиться, если поможете кому-то справиться с горем Через которое сами прошли Бог сказал нам Если вы это сделаете, к вам придет исцеление Вы сможете избавиться от своей боли Вы сможете избавиться от боли Потому что прекратите думать о себе Вы изменитесь и начнете думать о других За это Бог вознаграждает вас И вы обретаете исцеление Вы обретаете целостность К вам снова приходит радость Когда к нам приходит благодать? Когда мы вмешиваемся в чью-то жизнь А вот еще одна награда Об этом сказано в книге Исаии Слава Господне будет вашим арьергардом Бог говорит нам Я вас защищу, если вы будете жить так В Библии сказано Те, кто тянется к нищим, тянутся к Господу А знаете, что бывает с теми, кто помогает нуждающимся? Когда сами они начинают в чем-то нуждаться Бог помогает им Те, кто заботится о других и помогает им Могут спокойно спать по ночам Ведь Бог пообещал защищать их Он сказал Вы можете ни о чем не волноваться Потому что Я буду с вами Я защищу вас и укрою вас Я стану для вас арьергардом Кто из вас хочет Божьей защиты? Все мы, ведь не так? Но что нам для этого делать? Нам нужно жить так, как сказал жить нам Бог И тогда у нас будет Его защита А вот награда, которая мне очень нравится Вы обратитесь к Господу И Он ответит вам Если вы обращаетесь к Богу Но Он не отвечает вам То задайте себе вопрос А правильно ли я живу? Наверное, кто-то из вас уже написал эту фразу у себя в Твиттере Уберите ее Знаете, что бывает, когда мы разочаровываемся? Вы думаете, я делаю то-то и то-то А Бог не делает ничего Но если вы начнете делать то, что хочет Бог Он все сделает Знаете, как будет? Вы воззовете к Богу, и Он ответит вам Вы воззовете к Богу, и Он заговорит с вами Вы воззовете к Нему, и знаете, что будет? Он спросит вас Что тебе нужно? Что случилось? Вы воззовете к Нему, и Он даст вам все, что нужно Он поставит все другие воззвания в режиме ожидания Потому что захочет слушать именно вас Потому что вы делаете то, чего Он хочет Мы рассказываем об этом нашим детям И они задают нам вопрос А как понять, что я делаю то, что нужно? Я отвечаю им Сначала вы должны завершить то, что вы делаете Когда вы это сделаете, можете задать мне этот вопрос, и я отвечу вам И тогда они идут и завершают свои дела Потому что они знают Пока они это не сделают, я им не отвечу Именно так они и учатся делать правильные вещи Бог хочет ответить вам Как можно быстрее Он хочет говорить с вами Я обожаю это в Боге Как Он приходит и служит вам Кажется, пора рассказать историю Дух Святой просит меня это сделать Две недели назад Передо мной стояла трудная задача Вы знаете, что у нас много дел в церквях Школах, некоммерческих организациях Строительных компаниях и других местах Я постоянно чем-то занят В моей жизни постоянно что-то происходит Если что-то происходит, я стараюсь с этим справиться Разумеется, это очень утомляет Моя жена Синди также ведет активную деятельность Она молится за женщин и церковь Она проливает за вас много слез Это очень ее изнуряет Как-то я постился Я постился три дня, чтобы Бог помог нам И вот я проснулся утром и сказал кому-то Вот бы Бог придал мне сил Потому что мне их не хватает Когда я проснулся на следующее утро Бог сказал мне Можешь спокойно есть Я обо всем позабочусь Обо всем Я было приступил к завтраку И тут же получил сообщение от человека Который всегда молился за меня Обычно он пишет мне раз в три месяца Или раза три в год Я никогда не встречался с ним лично Мы общались только по интернету Как только Бог сказал мне Расслабься, можешь спокойно есть Я получил сообщение от этого человека Он написал мне Господь просил передать тебе Что он посылает своих ангелов служить тебе А еще он посылает тебе силу Вы помните, когда Иисус закончил поститься? Бог послал к нему ангелов, чтобы они служили ему Бог послал к нему ангелов, чтобы они служили ему Именно так Бог обращается к вам Особенно мне нравятся слова, которыми мой знакомый закончил свое сообщение Он написал А также Господь сказал мне Что он посылает ангелов и твоей жене Он будет служить специально для нее Потому что ей это нужно Мы никогда не общались с этим человеком Лично Но он передал мне слова Бога Именно это и сделал Бог Он ответит вам И его ответ принесет вам успокоение А вот что еще говорит нам Бог Господь будет постоянно вас направлять И удовлетворять ваши желания Даже во время засухи Он будет постоянно вас направлять И удовлетворять ваши желания Даже во время засухи Мне очень нравятся эти слова Кто из вас хочет, чтобы его направлял Бог? Аминь. Он будет постоянно вас направлять. Я хочу, чтобы меня направлял Бог. Но Он будет направлять нас не только для того, чтобы удовлетворять наши желания, даже во время засухи. Знаете, что происходит, когда вы утешаетесь Господом? Он исполняет желания вашего сердца. Когда все другие будут страдать, вы страдать не будете, потому что Бог даст вам всё, что нужно. Не знаю, как, но я хочу так жить. Я хочу, чтобы у нас с Богом были именно такие отношения. Это и есть истинное христианство. Мне нравятся эти строки. Удовлетворять наши желания даже во время засухи. Вы должны знать, что наш Бог дарует нам жизнь в изобилии. Он даёт нам всё, о чём мы попросим. Но для этого мы должны прислушаться к Нему. Для этого мы должны прислушаться к Нему и перестать думать только о себе. Мы должны начать думать и о других. Мы должны начать думать о Боге и о других. Послушайте меня. Тогда вы будете просто светиться от счастья. Вы будете сиять, потому что ощутите Божье присутствие. Бог сделает для вас просто уму непостижимые вещи. Я обожаю это. Он поставит передо мной стол, несмотря на козни врагов. Он помажет мне голову елеем. Он наполнит мою чашу до краёв. Я хочу прожить жизнь, в которой произойдёт много благих событий. Пусть они будут происходить постоянно. Пусть благодать и милость будут следовать за мной всегда. Пусть я всегда буду ощущать Божье присутствие. Ребята, я знаю, что вы тоже хотите такой жизни. Бог знает, что вы хотите такой жизни. Он хочет направлять вас. Он хочет давать вам всё необходимое. Он хочет вознаграждать вас. Вы удивлены, что Бог хочет мотивировать вас наградами? Но разве не об этом говорится в Писании? Вознаграждение — это лучшая мотивация. Но нельзя жить только ради вознаграждений. Бог поймёт это, ведь тогда вы будете эгоистами. Но если вы живёте в любви ради Него и других людей, если в вашей жизни нет эгоизма, и Бог об этом знает, то тогда вы будете вознаграждены. Вы почувствуете это сердцем. Вы будете видеть Господа. Аминь. А вот следующая награда. Господь уточнит ваши кости. Ух ты! Какое классное послание для нашей жизни. Слово Божье очень важно для того, чтобы мы изменялись в образ Христа и понимали, чего Бог хочет от нас. Господь пытается показать нам, как мы должны жить. Поэтому не нужно хранить это послание у себя в голове. Лучше применяйте его в вашей жизни. Надеюсь, это послание благословило вас. И я хочу ещё раз предложить вам не просто смотреть нас по телевизору или в интернете, но стать частью поместной церкви. Бог любит вас, и мы тоже. И мы хотим лучшего для вашей жизни. Поэтому приходите на одно из наших служений. Пусть Бог благословит вас. Мы приглашаем вас стать нашими партнёрами в распространении Царства Божьего на земле. Если вы хотите поддержать нас своими финансами, то зайдите на наш веб-сайт или напишите нам. Ещё раз спасибо вам за вашу верность и поддержку. Пусть Господь обильно благословит вас и ваши семьи. Субтитры подогнал «Симон»!